Ночь музеев в нашем районе ежегодно становится одним из самых ярких культурных событий весны. Славянский историко-краевический музей и картинная галерея гостеприимно распахнули свои двери для всех желающих. Побывала там и наша съемочная группа. В картинной галереи состоялась презентация выставки живописи заслуженного художника России Алексея Поршкова «Диалог с природой». В зале, украшенном картинами, была необыкновенная атмосфера общения и возможность почувствовать красоту искусства. О творческом пути известного художника, о его необычных картинах рассказала заведующая картинной галереей. Пронизанная теплотурно излучает энергию, которую невозможно не прочувствовать, только взглянув на них. Перед нами раскрывается целый мир метафора, связанных с землей, простыми деревенскими радостями, с рождением самой жизни и ее пленительной красотой. Графика и живопись Поршкова разительно выделяются на фоне разнообразия современников. Сознательный отказ художника от следования трендов, обращение его к первоначальному истинам, приводит к удивительным, почти эпическим результатам. Первые посетители выставки, в числе которых были и художники, смогли по достоинству оценить творческое своеобразие мастера. Алексей Поршков не ограничивает себя узкими жанровыми рамками. Он в своем творчестве идет от образа, от своего нестандартного ощущения прекрасного, которым он стремится поделиться со всеми. Находя темы для творчества, он хочет подчеркнуть свое яркое видение мира. Очень интересным для слушателей было выступление автора Полотин. Он глубоко философски мыслит и искренне рассказывает обо всем. Я пленник своего ремесла. Поэтому не надо ни ждать и ни обременять. Есть внутренняя логика любого ремесла, и надо жить честно, серьезно в своей профессии. И ничего особого-то дела-то и не надо. И если мы касаемся абсолютной или абсолютной категории через свое действие, мы уже входим в единство со всем бытием. В здравие. То есть это движение в сторону абсолютных законов природы. Только они есть лекарства и есть территория ответа. А форма там, юмор высокий и так далее. Ну зачем, например, почему не пошутить? Его картины хранятся во многих музеях, в том числе и в Третьяковской галерее. Художник принадлежит к числу основателей Южно-Русской школы живописи. Он пишет натюрморты, портреты, пейзажи. Для него искусство – это постоянный поиск гармонии. Своим опытом он щедро делится с юными художниками. Только что провел мастер-класс в Славянской детской художественной школе. В отделе краеведения для посетителей были подготовлены интерактивные площадки, посетив которые можно было почувствовать себя настоящим военным связистом, услышать звучание старой виниловой пластинки, проверить свою наблюдательность в путешествии по экспозиции музея. А самое главное – узнать много нового и приобщиться к удивительной истории нашей малой родины. День музеев для нас традиционная и очень важная акция. Это лишний повод напомнить людям об истории их малой родины. Это повод привлечь людей в музей, рассказать им об истории наших предметов, о том, как они попадают в музей. Фонда хранилища пополняются фотографиями, предметами быта, которые свидетельствуют о жизни нашей станицы с начала 20 века и до сегодняшнего дня. В преддверии летних каникул в музее готовятся к тому, чтобы активно участвовать в культурной программе для славянской детворы. Музей ставит перед собой большие задачи по проведению летних досуговых площадок. Перед нами стоит цель привлечь как можно больше детей, подростков к вопросам местной истории, к вопросам природы, экологии нашего региона. Для детей сотрудники организовали игровую станцию «Увлекательный мир дикой природы». Ребята разгадывали ребусы, составляли пищевые цепочки, играли в настольные игры. Вечером в музее природы Восточного Приазовья прошли две экскурсии. Экскурсия со звуковым сопровождением музыка ночных плавней была посвящена обитателям лиманов и плавней, ведущим ночной образ жизни. Экскурсия «Вся земля. Наш общий дом» познакомила с природой Восточного Приазовья. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».